Чобор, это очень хорошо чай будем заваривать с тобой. У нас с тобой зверобой растет еще. Да, милис растет. Все будем чай заваривать, душистый, мята растет. И потом будем с тобой чай пить. Всех будем угощать, кто к нам будет приходить. Так вот все вместе и всегда вместе. И дома, и на даче, где вырастили эту траву. Как говорит Екатерина Васильевна Проскурюкова, и не заметили, как пролетели годы. За плечами уже 50-летний стаж семейной жизни. Родилась я в деревне Жуково. Деревню нашу сломали. Сейчас на этом месте проспект Ленинского комсомола. Деревня была большая, у нас около 100 домов. Хозяйство было очень большое. Ну, в смысле, для семьи. У нас семья большая. У нас семья, 7 человек детей было у родителей. Коровы, поросенок обязательно, куры, кролики. Все было как положено в деревне. Помогали, ухаживали, сено косили все. Дети были дружные всеми. Она любит трудиться. И я тоже самое. Я тоже из деревни. Так что мы оба такие хозяйственные люди-то. А я с Рязани сам. Из Рязани, значит, в армию ушел. Отслужил три года. Потом вернулся и устроился в аэропорт Домодедова. Значит, на строительство аэропорта Домодедова. А встретились наши герои в Видном, на танцах, в Доме культуры, куда стекалась молодежь всей округи. И расписывались они там же, в 1965 году, когда в молодом поселке, получившем статус города, помещения ЗАГСа еще не было. Платье было. Мама мне его сшила сама. Тогда не было таких средств. Очень было приятно даже. Свадьбу справляли дома в Жукове. В своем доме. Гостей было очень много. Своя семья большая. Нас было семь человек. И родных много. Про Скоряковы большие труженики. Глава семейства Василий Павлович всю свою трудовую жизнь посвятил строительству. Он газоэлектросварщик. Я вот, собственно, проработал до самой пенсии в одной организации. Награжден почетными грамотами разными, орденами знак почета, орденами Ленина, заслуженный строитель России. Пенсионному удивились. Говорят, надо, говорит, так, проработать на одном месте, никуда не уходить и трудовать не только благодарность, почетные грамоты и так далее. Они даже удивились. А Екатерина Васильевна более 20 лет проработала диспетчером в Витненской пожарной части. Она была постоянной участницей районных и областных конкурсов на звание лучшего диспетчера и всегда завоевывала это звание. Надо знать район выезда, все надо знать. Эти тактики, технические данные всех машин пожарных, чтобы, когда при выезде, я должна знать, что посылать. Если высотное здание, значит, нужна авторестница. А если там далеко, надо, значит, машину, цистерну побольше воды. Сейчас Чита в Роскуряковых на заслуженном отдыхе. Рядом любимая внучка и дочь Лариса. Я ее прошу найти рецепт, как солить огурчики. Люблю все консервировать, все свое закрываю. Помидорчики, огурчики, все ращу сама. А муж Василий Павлович, ее первый друг и помощник. В этом и есть залог счастливой семейной жизни. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.